МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Тульской области, городе Калуга. Окончив семь классов, её направили учиться по профессии токарь. Марии было 15 лет, когда война ворвалась в её мирную жизнь. В 1942 году, приехав на практику в город Новомосковск, записалась добровольцем на курсы военных маскировщиков. Уже в феврале 43-го вместе с другими девушками в качестве военного строителя отправилась на передовой край, где строили оборонительные укрепления. В составе отряда дошла до Белоруссии, город Витебск, затем Карелия, Петрозаводск, дальше Мурманская область. Там Мария Алексеевна и встретила победу. И она как раз к нам приехала, да. А соседка нас выгнала с квартиры. И мы... Мать пошла, устроилась-то работу, хотела работать, а её, так сказать, уже на это место забрали. И нас она выгнала всё в сарай. А Маша вот пришла с армией, а мы там в сарае были, жили. Ну, ей тоже квартиру дали. Сестра Марии Алексеевны Тамара Севастьянова встретила войну дома в Калуге. Ей тогда было 17 лет. Мне 17 лет было, да. Ну, война началась. И мы вышли из дома. Надо посмотреть, что за немцы такие. А они как раз по нашей улице и шли. Мы удивились. Они такие же люди, как и мы. Думаю, почему же они воюют с нами. Мать девушек не пустила старшую сестру на войну. Она осталась в городе, работала на заводе в литейном цехе формовщицей деталей для фронта. Посылали и на лесозаготовки. Там дрова пилили. И всё, каждому запилить по кубу дров. А мы девчонки были, как это могло, может, такие деревья пилить. Ну, всё равно пилили и вставали. Как за игрушки вы делали? Ничего не принимали за тяжесть. Потому что молодые были, силы много было. Две сестры вместе с матерью отправились на Сахалин. Там младшая сестра Мария Алексеевна встретила своего будущего мужа. Чередуя обстоятельств, поработав и пожив в разных краях, они вместе с детьми попали на Целину, в Железинский район. Здесь появилась самая младшая дочь, Галина, с которой большую часть своей жизни живёт Мария Матюшина. Она у нас властная, она у нас характерный, имеет характер более строгий. У нас папа был мягкий, где в городе не жила, тоже у неё всегда соседи, всегда со всеми она общалась. Так доброжелательно к людям относилась. Война сказалась на её характере? Нет, мне кажется, она такая была. И вот если бы она не была такая, она бы не пошла бы на фронт. Просто у неё такой, видать, как с рождения такой характер. Марии Алексеевне 19 января исполнилось 94 года. Преодолев трудности жизни и большие потрясения в юном возрасте, она до сих пор сохраняет бодрость духа и хорошее настроение. Каждый год её поздравляет глава Павлодарского района. Этот год не исключение. Мария Алексеевна вообще единственная у нас сейчас участница. Да, единственная. Поэтому держаться к 75-летию Великой Победы, чтобы вы были... Сабин Рахимбай, Амир Ерланулы, Яртысахпарат из Павлодарского района.